Вегетативные, это анонс, анонс, они вегетативные, венгерки желтые, которых не может быть никогда. В этом году их аж две. Вот. Ой, не падай, не падай, не падай. Вот одна, вот вторая. Вот, но это будет совсем другая история. Я вам надоел, нет, благодарю за внимание. Вот, и еще, мне не хватило мозгов, я не думал, что сосед, что его друг соседа, вот тот второй тоже с бороды, вот, такой этот. А у меня вырастут из косточки. Тут же мне вопрос. Я сказал, ученые бьются, наверное, они пробуют, применяя кастрацию, слово-то какое, терпеть его ненавижу. Применяя кастрацию, применяя эти самые презервативчики, так их назовем, марлевые, разные. Вот. Применяя кисточки. Вот. Добиваются специальное совмещение в качестве двух сортов, как правило, один вкусный, один морозотеки, как правило. Вот. Или один вкусный, другой там какими-то особыми свойствами обладает. Ну, например, по это самое, сопротивлению паршея. Или что-то в этом роде. Вот. Или что-то пораньше плодносил, или позже не попадал под заморозок. Заказывать им качество. Ну, это 20-30 лет. Это несколько поколений. Вот. Я делал не так. У меня однажды случилось следующее. Сейчас я вот с этим закончу. Смотрите. Видите, это непривитые деревья. Они дают такие плоды. Но в этом году особо мелкие. Особо мелкие. Вот. Просто или ждут беды, потому что... Ну, такой. Вы знаете, что отсюда уже дети у меня собрали кучу ведер. И опять насыпалось. Я сам не ожидал. И еще не все высыпалось. И какое впечатление. Ну, почему? Они в два раза меньше. Их огромное количество. И оттуда собрали несколько ведер с небольшого дерева. И тогда получается, что... Другой год эти косточки могут дойти покрупнее. В два раза. Могут. А может, это предвестник будущего несчастья. После 30-ти летнего жары, дикой, многонедельной. Вот. Чего угодно будешь ждать. Вот. Да, кошка? И тогда я подумал так. Нам не надо 20-30 лет скрещивать. Нам нужно просто научить по новой всю науку конкретных людей. Привать теоретически все умеют. А практически, чтобы у тебя из тысячи прививок 990 получилось. Хороших. Вот это можно по-новому научиться. Сергея Железова пригласить. Чтобы она... Еще несколько наших сибирских, назовем их, волшебников. Вот. Прям буквально пригласить. На особых условиях. Квартира, зарплата, или там бонус, или как все называют там эти. Когда дают чего-то. Забыл, сейчас помню. Вот. Забыл. Да, вы знаете, о чем здесь идет. И тогда они просто возьмут вот такую ветку. От нас, от Сибири. Привьют. Получат вот это вот. Получат вот это вот. Вот это вот. И не надо. Почему? Потому что есть образцы по этому саду, которые не терпят сырость дожди. Есть, которым пофигу дожди. Можно под любой климат подобрать. Все. Проехали. Не тратьте время. Не тратьте годы, десятилетия. Не тратьте жизни. Все. Все, 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 друзья. Вот. Не лучше показываю вам это дерево. Просто подвернулось под руку, когда я подумал об этом. И решил поделиться с вами. Вот. Жаль. Я вам в предыдущем фильме показал абсолютно задичавшую. Далеко отсюда ведро. Абсолютно задичавшую грушу. Вот. С такой груши до такой. Вот. И все это тоже надо изучать. Тоже, тоже, тоже. И под микроскопом. И на практике. И изучить. Почему у меня у Железовых, который, у Железовых, Сергей, там 10-15 сортов груш. Однолетние. Дичайшее, холоднющее, мокрое лето. На одних парша, на других нет. Все. Все. Берите, составляйте список. Вот этот, этот, этот. Значит, не годится только для сухих районов. А вот это, это, это для самых сырых. Плоть до Питера. Плоть до Москвы, где тоже сыр очень. Все, закончили, хватит. Не тратьте больше государственные деньги. Тратьте вот на таких. Приглашайтесь наших этих уникумов. И готовое. Все готовое. И со списком. И вот это размножать в тысячекратном размере. Сразу. И чтобы ни одну из, вот я уже иду потихонечку и рассуждаю, чтобы ни одну из тысячи, ни одну из тысячи, чтобы выбрать, потом сказать, ну вот, сошлись все качества, как в этом самом, в калейдоскопе. Вдруг сошлись. А 990 из тысячи сразу. И если даже различия будут, подвой влияет, влияет. Вот. Глимат влияет и по Мичуриной, и по Лысенко. Пусть не до изменения генома. Ладно, мы не лезем в эту, в этот спор с генетиками лысенковцев. Пусть не до такой степени, чтобы изменить геном, но меняется. Меняется из-за этого. Там, Мичурина перечислял. Из-за почвы. Из-за излучения даже это он знал. Представляете? Вот. Ну и добавляйте. Световой день. Вот. Количество осадков. Влажность воздуха средняя. И так далее. Вот так, друзья мои. Ну, а я в одном фильме сегодня показывал. Вот. Что, как готовить к зиме персики. Но это уже было. Ну, и перед зимой еще покажу. Значит так. Внимание. А где же мы, этот? Ведро-то. А ну, в принципе, я показывал. Вот. Что повторяться? Давайте на сегодня все. Вот. Неудобно лишний раз говорить. Что подвои вам нужны. И косточки без русского абрикоса. И косточки этих же слив. Вот откуда у соседа такая слива. Шикарная. Что я через забор показывал. Да потому что она из косточки венгерки выращена. Мною, моими руками. Соседу подарено. Я опозорился? Нет. Все. Косточки, семечки. Это наше будущее. Вот. Подвое вырастили, привили. Но это для самых продвинутых. Для самых попроще. Тех, кто лишь бы только сад иметь и забыть о нем. Посадил и забыл. Это по железу. Вот. Это к Сергею железу. И как помежуточный вариант за червяками тоже ко мне. И за книгами. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...